Электронная проходная КТ-02.3 Монтаж Ознакомьтесь со списком необходимых инструментов в руководстве по эксплуатации. Проверьте комплект поставки согласно руководству по эксплуатации. Разметку установочных отверстий производите в соответствии со схемой. Выберите для установки прочное и ровное основание толщиной не менее 15 см. При необходимости подготовьте кабель-канал, подходящий к зоне ввода кабелей в стойку под полом. Подготовьте отверстия под гильзы анкеров. Установку производите, проложив все кабели. Точки крепления стойки должны лежать в горизонтальной плоскости, а гильзы анкеров не должны выступать над поверхностью. Установите стойку на гильзы анкеров и закрепите ее болтами. Проконтролируйте вертикальность положения стойки при помощи уровня. Закройте заглушками отверстия для анкерных болтов. Подключите кабель питания к источнику питания 12 вольт. Проведите Ethernet кабель, кабель питания и кабель от пульта управления внутри стойки согласно схеме. В соответствии со схемой подключите кабель питания клеммной колодки XT4 на плате сети 03. Подключите Ethernet кабель. Подключите кабель пульта управления клеммной колодки XT2 на плате сети 03. Воспользуйтесь схемой подключения, нанесенной с внутренней стороны крышки проходной. Подключите Ethernet кабель к сетевому оборудованию локальной сети. Отвернув винт, снимите с поворотного механизма крышку. Установите преграждающую планку в соответствующее посадочное место. Закрепите ее болтом. При обнаружении люфта подтяните болт фиксации планки. Закройте крышкой поворотный механизм. Проверьте работу механизма разблокировки ключом. При установке плана к антипаникам проверьте работоспособность их механизма. Проверьте работу КТ02.3 от пульта во всех режимах. КТ02.3 ввод в эксплуатацию. Перед открытием крышки отключите питание электронной проходной. Режим получения контроллером IP-адреса в локальной сети задается с помощью перемычки на его плате. Результаты изменений положения перемычек вступают в силу только при перезапуске контроллера. Штатное положение перемычка отсутствует. IP-адрес, шлюз и маска под сети имеют первоначально заводские установки, но их можно изменить. Положение 1.2. Перемычка IP-мод. В этом положении контроллер получит IP-адрес от DHCP сервера. Положение 2.3. Перемычка IP-дефолт. В этом положении контроллер после включения будет работать только с заводскими установками. Система может работать автономно, не требуя постоянного подключения к компьютеру. Занести список карт сотрудников или внести в него изменения можно с помощью ноутбука. Для подключения к компьютеру достаточно вставить Ethernet кабель в разъем на плате. Возможности локального программного обеспечения, которое входит в комплект поставки. Выдача карт сотрудникам. Назначение прав, разрешение и запрет карт. Просмотр списка событий. Сетевое программное обеспечение позволяет организовывать выдачу постоянных и разовых пропусков, автоматическое изъятие разовых пропусков на выходе, задание прав доступа по времени, помещениям и по постановке на охрану, создание мнемосхем объекта, оперативное управление оборудованием, введение базы сотрудников с фотографиями, видеоидентификация, учет нарушений трудовой дисциплины, табельный учет, видеонаблюдение, центральный пост охраны. Проверьте работу электронной проходной с пропусками во всех режимах. Электронная проходная КТ-02.3 готова к работе. К электронной проходной КТ-02.3 можно подключить до 8 контроллеров замка СЕЛ-201, что дает существенную экономию на оборудовании помещений.